Друзья, салют. Предлагаю вам, прежде чем рассказать о том, какую экспедицию в конце ноября готовлю, вспомнить один пунктик из мифов, само собой, говорим о мифах. Зевс, обратившись в быка, мы вспомним по мифу, украл, похитил царевну Европу и тем самым основал в некотором роде эллинскую цивилизацию. А теперь, внимание, вопрос, уважаемые знатоки. Откуда он ее похитил? Пока вы сейчас будете об этом думать, вы увидите ряд фотографий, небольших фотографий с этой удивительной земли. А потом мы продолжим. Давайте их посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, многие из вас уже узнали и грандиозный Баальбек. А может быть, только грандиозный Баальбек. Перед вами пролеснулись целых четыре города земли Ханаанской. Да, тот самый ветхозаветный Ханаан, та самая земля обетованная, которую вел Моисей, евреев из Египта. Я стоял на горе Нева в Иордании и смотрел с того места, где Моисей, откуда Моисей сам вглядывался на земли Хананские. По-другому это у нас называется земля обетованная. Если некоторые думают, что земля обетованная Израиль, нет, друзья мои. Вы, Богу, ошибаетесь. Это в нашем сознании сейчас закрепилось, что древняя Греция, это вот только там, на Балканах, а не весь огромный античный мир. А земля обетованная, это только Израиль, ни в коем случае. Это большая часть Иордании, большая часть Сирии, Ливан, о котором я говорю, само собой Израиль, Палестина. Вот этот грандиозный регион и был землей Ханаанской, царством Баала. Итак, впереди у нас четыре города, само собой Баальбек. Бейрут, ну и еще Бейрут, как столица имею в виду, даже пять, получается, городов. Библос, Библия, да, слово произошло. Письменность, это все Библос. Тир и город, где именно и жила царица, царевна Европа, где она родилась. Это тот самый древнейший, один из самых древнейших городов мира, Сидон. Я приглашаю вас вместе со мною через канал, через видео на моем канале, в большое путешествие, большое недельное путешествие по землям Ливана. И посещу, я планирую посетить, пять этих городов. Я традиционно обращаюсь с просьбой вас поддержать экспедицию, если вы можете, если вы можете и хотите. Одно дело, есть желание, но нет возможности. Я ни в коем случае не настаиваю. Но если у вас есть возможность, потому что штука не дешевая крайне. И неделя в Ливане тоже, чтобы концентрировано все это посмотреть, на Баальбек сразу подскажу, три дня отвел. Потому что некоторые из вас думают, вы видели сейчас фотографии, что Баальбек это какой-то храм, да. Это не храм, не храм Бахуса, не храм Юпитера. Это огромный комплекс, который надо обходить и исследовать. Если вы не в курсе, то рядом с южным камнем откопали еще большие мегалиты. Они уже не тысячи тонн, они уже две тысячи тонн есть. Представляете? Мы с вами возьмем всю огромную мифологию Баала. Мы поговорим откуда, вот вы периодически пишите славяне, славяне, вот как раз Баал. И проведем параллели с Велесом, с тем древним славянским богом. Множество всего материалов, немыслимое количество. В общем, я обращаюсь к вам и рассчитываю, если у вас есть возможность, то поддержите вновь такую серьезную экспедицию. Вы знаете, я честный человек и всегда нахожу скрупулезно многое, стараясь найти и донести до вас то, что не показал никто, включая наши ЛАИ, потому что Андрей Юрьевич многого не успел сделать. Одну из серий по его материалам как раз составлю, ну и по написанным, но может быть недооформленным материалам. Потому что у него потрясающие размышления о Баале есть. Все это у нас впереди. Поэтому, друзья, как всегда, с просьбой, исключительно с просьбой. Есть возможность, внизу карта Сбера или Тинькова. Буду очень-очень благодарен. Гуляем, как говорится, полутруда на свои, но если у вас есть такая ситуация, что вы можете помочь, буду, правда, признательный и благодарен. Это облегчит некоторую возможность передвижения, с одной стороны. С другой стороны, откроет какие-то дополнительные перспективы. Потому что, когда у тебя высвобождается время, в первую очередь, это логистика, перемещение, отели, которые находятся рядышком, рядом с объектами на дороже. Ну, в общем, много суеты. В общем, едем на разведку Ливана, огромного, страна маленькая, с огромным наследием, огромного ливанского наследия. Страна в 10 раз, в 9 раз меньше Ленинградской области. Не поверите. Но вот это древнейшие города, памятники до античных тех самых, и Шмуна, да, тех самых до античных древних и до библейских богов. Первый, конечно же, Бала. И тайну, множество тайны раскроем. В замке крестоносцев удивительная земля. Множество тайн мы с вами раскроем, которые я сейчас не буду спойлерить, не буду вперед закидывать. Но самое главное, мы уже с вами уточнили, что крупнейший, конечно, храм древнего мира Баальбек, центр античного мира. Мы сейчас с вами едем в центр тех древних богов, того древнего. Мы поговорим обязательно о титаническом, до античном, потому что это прямые связи. Когда мы говорим античность, это не обязательно тот период, который нам закрепили греко-римский, ни в коем случае. Мы говорим про прямые связи титанов и олимпийцев, или тех, кого мы принято называть олимпийцами. Само собой, без египетской мифологии не обойти, потому что она полностью накладывается на мифы о Баале, уничтоженные. И самые, наверное, одни из самых уничтоженных и просто вырезанных, почти стертых. Тем в мифологии это как раз тот древний Ваал или Баал. Кто это такой? Кстати, слово Вилка и Баал, вот однокоренными словами мы тоже об этом поговорим. Множество всего впереди, мифологии и самое главное, артефактов. Артефактов крупнейших. Почему же центр античного мира не Рим, не та Балканская Греция, здесь Малая Азия и дальше туда Ближний Восток? Как раз мы движемся к самому центру, центральнее некуда. Мы судим по величине концентрации сооружений, их качестве и величине. Все четыре крупнейших мраморных храма здесь, в Малой Азии, туда за моей спиной. А впереди у нас крупнейший, в принципе, в мире храм. Он не только, он у нас не из известняка, блоки созданы, да? Это 1500, 600, 700, 1000, 1200 и 2000 тонный блок, который еще не показали, но вот информация прошла, уже раскопки проведены. Недавно его подоткопали и подоткопали Южный Камень, мы увидим, что там. В общем, заглянем везде. Спасибо заранее тем, кто может поддержать. Добрым словом тоже одобряю. Не можете, нет возможности, тяжело. Доброе слово, и то прекрасно. Какая есть возможность, карты все размещено здесь. Спасибо и до скорой встречи. С забытыми и всемирно известными, но при этом забытыми руинами. Итак, пять городов земли Хананской в конце ноября.